Привет, друзья! Снова с вами международный гроссмейстер Роман Овечкин. Значит, маленький анонс. Во-первых, я сейчас запишу ролик с одной из памятных партий. Опять же, в защите Каракан, раз меня попросили по защите Каракан побольше записать роликов. Во-вторых, я сегодня сделаю попытку введения онлайн-трансляции с Премьер-лиги. Следить буду за женскими командами. Команда номер один и команда номер два сегодня встречаются в личной встрече. Получится, не получится, я не знаю. Удастся ли настроить программу, которая позволяет ввести трансляцию на ноутбуке, у меня как бы уверенности в этом нет. Но, тем не менее, попытку сделаю. Если не получится, то постараюсь завтра с утра выложить обзор первых трех туров мужской и женской лиги. Что там происходило. Естественно, ориентируясь на те партии, которые транслировались. Те, которые скрыты от глаз, афишировать не смогу. Итак, теперь по поводу встречи, о которой я намерен рассказать сегодня. В 2005 году в Дагомысе на командном чемпионате страны, то есть тоже в Сочи, моим противником был Евгений Романов. Тур, если не ошибаюсь, был пятый. У Жени было 4 из 5. То есть он на моей доске обыгрывал очень сильных гроссмейстеров. И хотя рейтинг 2.437 был еще относительно невысок, сомнений в том, что это сильный шахматист, не было. Естественно, с сильными шахматистами. Я предпочитаю играть с С6. Ну, тоже не со всеми, конечно. Но в то время ход С6 у меня сомнений не вызывал. И снова вот этот вариант с С4, по поводу которого был последний мой ролик. И снова я пошел здесь в Ферзь Б6. То есть, опять же, идея вам понятна. То есть в ответ на Ж4 сыграет слон Д7. И дальше вот смотрите мой предыдущий... Предыдущий видеоролик. Значит, ход Конь С3. Главный недостаток этого хода в том, что пешка С2 теперь уже встала на свое место. Она не подкрепит пешку Д4 ходом С3. Она не подорвет пешку Д5 ходом С2, С4. И поэтому черные смело могут пойти аж 7, аж 5. Давайте чуть-чуть вернемся. В этой позиции есть и немедленная Аж 5. Но после Аж 5 очень сильный ход С2, С4. И на эту тему тоже есть у меня памятная партия. То есть, почему я бросил играть Аж 5. Обязательно ее тоже прокомментирую. Потому что получилась очень интересная борьба. А в этой, после хода Конь С3, мы можем пойти Аж 7, Аж 5. Хода С24, как вы видите, уже нет. Более того, слон не может встать на ослабленное поле Ж5, так как пешка Б2 подвисает. И вместо логичного хода слон Е2 или Конь Ф3, мой противник решил начать охоту за слоном Ф5. В связи с чем, достаточно быстро получился рисунок борьбы, совершенно не характерный для защиты Каракан. Слона на Ж6, белые согнали. Но сейчас черные хотят пойти С5 и разрушить центр белых. Если белые попытаются укрепить его ходом Ф2 и Ф4, то черный Конь, скорее всего, пойдет на А6. И потом либо на Ж4, либо на Ф5. То есть, провести Ф4 и Ф5 белым не удастся. Ход А4 тоже мне показался очень странным. С одной стороны, белые хотят захватить пространство на ферзьевом фланге. Но с другой стороны, ход не способствует развитию РАС, ослабляет пункт Б4, А2. И если сравнить его с ходом, который я сделал в ответ, то станет очевидным, что ход А6 явно полезен черным. Они собираются провести С5 и прикрывают заранее поле Б5, который может оказаться ослабленным в случае раннего С5. А вот ход А4 не способствует совершенно ничему. Белые, конечно, захватили пространство. Но теперь им надо считаться с ответом С4. Черные хотят просто забрать пешку на А5, потом сыграть С6 и провести С5. Конь Е2, ход вполне логичный. На слон Б4 шаг заготовлен на слон Д2. Пешка А5 выживает. Также этот конь идет на Ф4. Поэтому черные должны торопиться. Им надо срочно закончить развитие. Дело в том, что маневры конями, они отняли некоторое время у белых. А также захват пространства. Это все было ценой времени. И это время черные обязаны использовать для того, чтобы получить серьезную контр-игру. Конь Ф4. Вообще в таких позициях очень неплохо смотрится слон Х7. Просто отдать пешку Х5, но получить контр-игру против пешек Д4, С2, А5, Е5. То есть за пешку у черных будет шикарная компенсация. Даже вряд ли белые сразу ее будут брать. Но мне захотелось сыграть чуточку интереснее. Я взял СД. Белые бьют на Ж6, то есть портят структуру. И здесь, если взять ФЖ, то после слон Д3, мне моя позиция не казалась такой перспективной. Я сыграл слон Б4 шах. То есть пользуясь тем, что в ответ на С3 есть ДС. И теперь на БС можно взять ферзь бьет С3 и остаться с кучей лишних пешек. А после конь бьет Х8, СБ, шах, висит ладья. И после слон Д2 ферзь бьет Е5, шах, партия. В общем-то очень быстро заканчивается победой черных. Противнику приходится играть слон Д2. И по крайней мере у него нет преимущества двух слонов. Висит пешка на Е5. Стоп, момент, я же вам сказал, что я не взял ФЖ. Потому что там слон Д3. Но там не слон Д3. Там, конечно, на ФЖ белые сыграли бы как-нибудь типа Ф4. Откладывая взятие пешки Д4 на потом. Или вообще передумав ее брать. А в этой позиции у белых висит пешка на Е5. Очень разумно смотрится нападение на пешку Ж6. Брать на С2 очень опасно. Скажем, ладья Д1 с угрозой слон Д3. То есть белые начинают серьезно опережать нас в создании конкретных угроз. В частности, королю. Ну, черные продолжают, завершают, точнее сказать, развитие. И на слон Д3 делают логичный ход. Конь С6. Теперь вот эта структура, она мне больше напоминает французскую защиту. Е4, Е6, Д4, Д5. Конь С3, слон Б4. Е5, С5. Вот где белые идут за пешками Ж7 и Ф7. Потом в поход у них образуются какие-то слабости на ферзевом фланке. Вот здесь, хотя структура вроде бы другая, но идеи те же. То есть черные борются с слабыми пешками противника на ферзевом фланке. Ну, пешка опять вообще не жилец. То есть ее можно взять в любой момент. Но сначала, конечно же, черные уничтожают сильного слона. Конь Е7 в ход тоже необходимый. Черные обязаны контролировать пункт Ф5. Брать на Ж7 нельзя, из-за ладья АСЖ8 потеряется конь на Ж3. А после ферзь Д3, ладья АС8, висит пешка С2. Ее надо защищать. И вот черные успели укрепить свой козырь. Пешка Д4 очень сильна. И, конечно, черные не намерены ее отдавать. Вообще, именно за счет пешки Д4, на мой взгляд, в этой позиции, у черных большой перевес. Хода Ф5 нету. Потому что черные просто заберут, насколько я понимаю, на Д3, на Ф5. И начнут атаковать пешку Е5. То есть, белые не успевают забрать на Д4. У них на С2 там висит. А если Ф5 не провести, то получается, что белый конь Ж3 привязан к полю Ф5. Он обязан стоять на месте и сторожить это поле от внедрения черного коня. Потому что с поля Ф5 черный конь, во-первых, находится, если он туда попадает, на отлично блокадном поле. И угрожает при случае прыгнуть на Е3. Нападает на А4. Вот мой противник прошел конь Е2. И вот это, на мой взгляд, было грубой ошибкой. Потому что после кони Ф5... Ну, правда, у белых была серьезная идея. Они очень много посчитали здесь. И планировали ходом ладья А4 просто забрать пешку Д4. И посмотреть, как черные будут доказывать наличие компенсации за отсутствие пешки. Да, блокадный конь на Ф5, это здорово. Но минус пешка, это минус пешка. Тут нашлось найти достаточно любопытную и забавную идею тактическую. Ладья Ц5. Черные хотят взять на А5. Поэтому ответ белых вынужден. Теперь ферзь Б5. Белые не успевают взять конь бьет Д4. Потому что у них висит ферзь на Д3. Пешка Ц2 связана. Не могут взять на Б5. Потому что после АБ висит ладья. И на любой ее отход черные просто сыграют Д3. Как минимум разменивая слабую пешку. А как максимум потом ладья ХЦ8, выигрывая еще пешку Ц2. Поэтому белые снова прыгнули к королю. Они хотят на ферзь бьет Д3 сыграть. Король бьет Д3. И все-таки отнять на Д4. Но тут нашелся такой достаточно неочевидный тактический ресурс. Значит ладья Ц8. Это в принципе очевидно. Черные напали на Ц2. И вот здесь поставили свою ладью под удару. Под бой. Под пешку. Нельзя бить ладьей. Потому что ДЦ и на БЦ ладья бьет С4. Потом потеряется пешка А5. И с белым королем тоже серьезные проблемы возникают. В случае БЦ черные бьют. Ферзь бьет А4. Давайте посмотрим. БЦ ферзь бьет А4. ЦД ферзь бьет А5. И снова у белых серьезнейшие проблемы. Скажем, Ц3 ферзь бьет Д5. И связанные проходные пешки черных должны достаточно быстро принести им победу. Очень важно, что пешечная структура на королевском фланге заблокирована. И три черные пешки уверенно держат четыре пешки противника. Поэтому мой противник сыграл здесь конь бьет Д4. На что последовал еще один такой несколько неожиданный удар. Ферзь бьет А4. Черные хотят сыграть ладья бьет Д4. Хотят сыграть ферзь бьет А5 шаг. И поэтому ответ на БА последует. Ладья бьет Д4 и у черных лишний конь. Приходится бить на Ц4. И в результате партия форсирована. Переходит владейный Эншпиль с лишней пешкой у черных. При этом то, что их пешки на королевского фланга втроем держат четыре пешки противника, очень выгодно. Это фактически делает еще одну пешку лишней. То есть, на ферзевом фланге у черных пешки Б и А легко идут в ферзи. То есть, вот сразу же. Попытка напасть на пешку А6. Ну, черные, конечно же, согласны перейти в пешечный. Пока белые будут отнимать пешку А4. А потом и пешку А6. Черные заберут на Ж3. Ну, предварительно, приведя короля на Ж4 и сыграв Ж6 во избежание прорыва Ф5. И съедят весь королевский фланг белых. Поэтому от размена черные уходят. На всякий случай в цитноте сделан ход король Е7, чтобы можно было королем на Ф5 пройти. Но на Ф5 им идти нет смысла. И здесь дело вкуса, как выигрывать эту позицию. Можно пойти король Е7, не опасаясь хода Ф5. Там ладья Ж4. И все пешки будут съедены. Можно сыграть Ж6, как я сыграл. И пусть белые проводят Ж4. Мы съедим еще и на Ф4 в этом случае. А теперь задача черных просто провести пешки А и Б в ферзи. И они с этим справляются очень легко. Ведут пешку А. Ведут короля. Ну и белым некуда ходить, по большому счету. Тут выигрывает любое количество ходов. За черных практически любой ход, не подставляющий материал. На ладья С1 я предпочел предложить перейти в пешечную эншпулю. Ну и у черных либо две связанные проходные, либо штаны в пешечном эншпуле. Никаких прорывов нет. Поэтому белым пришлось уклониться от этого. Ну и теперь пешки Б5 и А4 называются самоходки. Потому что участие короля для того, чтобы они прошли, не требуется. Нет защиты от ладья Б3, А3, Б4, ладья Б2, А2, Б3 и ладья Б1. Ну белые это отлично понимали и сдались. Всем спасибо за внимание. Еще раз напоминаю, что попробую сегодня провести трансляцию. Если не получится, попробую записать обзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Большое спасибо. С вами был Международный красмейст Роман Иванович.